Привести в порядок крышу за сезон масштабные по объему работы и по деньгам. Капитальный ремонт протекающей кровли разбили на два года. В прошлом сезоне работы обошлись в 7,5 миллионов рублей. В этом предусмотрели еще 11. Перекрывать будут левое и правое крылья дома птицы, а также пристройки. На стоимости сроки сказывается статус здания. Это объект культурного наследия. В данном случае эта крыша имеет фальцевое строение. Это подразумевает старинный способ укладки кровельного покрытия. То есть вот здесь будет выполнено таким образом. Соответственно, здесь будет выполнена пристенная рожелобовка. То есть это желоба, которые стоят на кровле. Что позволит улучшить отток воды с кровли и не нарушать фасадную часть здания. Кроме того, говорит подрядчик, восстановят водосточную систему, утеплят чердачные перекрытия, выполняют систему отвода. Завершить планируют во второй декаде августа, а начнут в ближайшие дни. Все материалы оплачены, ждут поставки. Учебный процесс останавливать не придется, заверяет директор школы. Будет корректировка расписания, перемещение в другие классы, перевод каких-то отдельных классов, вторую смену возможно. Но в любом случае учебный процесс остановлен не будет. Работы никак не скажутся на нахождение детей в школе. То есть в тех местах, где будет выполнен ремонт кровли, детей в этот момент не будет. Но это не единственное образовательное учреждение в городе, где планируются крупные работы. А не проведение текущего ремонта в списке и спортивные школы, и объекты дополнительного образования. Завершаем ремонт кровли в 32-й гимназии. В 22-м лице и 3-й спортшколе начинаем первый этап ремонта кровли. В 65-й производим укрепление стены, начали еще в прошлом году. В 6-м лицее и 41-й школе на Сластихе готовим помещение под дополнительное образование. На Колотилово, школа Высота, военно-патриотическое дом Грачева, делаем и фасад, и кровлю. Кроме того, после обследования отобрали еще 10 школ, которым нужен ремонт в первоочередном порядке. В этом году подготовят проектно-сметные документы, чтобы претендовать на финансирование по региональным и федеральным программам. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания Барс.